всем привет сегодня я хочу немножко рассказать о том чем вообще может помочь психолог вот как ни странно многие люди даже не задумываются о том что у них есть какие-то психологические проблемы например очень явная такая вещь через которую проходят очень многие люди это какая-то ситуация критическая ситуация как правило эта ситуация травмирующая психику это какое-то событие которое произошло в твоей жизни и ты считаешь что вот это событие она очень сильно поменяла тебя ты не просто считаешь это знаешь это ситуация от какого-то простого насилия даже такого сильного очень много такого негативного что происходит с людьми и человек очень часто остается вот этой ситуации один на один он не знает что кому-то можно об этом рассказать он даже своим очень близким людям не может рассказать об этом поделиться с этим а это очень важно сделать вот эта ситуация она и является травмирующей то есть она похожа на некое воздействие извне но в целостную структуру твоей психики и эта ситуация как ни странно не всегда выглядит какой-то ужасным это может быть какая-то драка может быть вообще невинные слова невинные в кавычках со стороны родителей ребенку либо как-то еще когда-то человек может воспринять вот эту ситуацию и сказать да вы после этой ситуации изменилась там сильно моя жизнь это человек уже он частично осознает что у него есть эта проблема и такие люди ну как правило гораздо раньше находит дорогу к психологу для того чтобы разобраться люди которые не осознают травматичность вот этого события они могут очень долго но существовать вот с этой травмы и пытаться как-то но подстроиться но периодически человека будут ситуацию вспоминает из произошло что-то раз вот что-то всплывает голове раз вот что-то всплывает в голове опять вот на эту ситуацию его так или иначе выкидывает и такие люди тоже а позже но тоже находят дорогу к психологу сложнее всего тем людям у которых таких ситуаций много но они не придают иначе да там подрался да мне там ну надавали до меня там где-то унизили но это давно я уже об этом не думаю но человек не понимает что если он с уровня сознательного смещает вот эту проблему сторону без сознательного это не значит эта проблема куда-то ушла если человек из своего сознания вытесняет эту травму то она вытесняется не куда-то она вытесняется в бессознательное из этого бессознательного она продолжает на человека влиять и такой человек он по жизни может сказать помнит вот этот опыт неудачи прошлого это так очень упрощенно говоря и вот эта неудача в прошлом она мешает им устроить его дальнейшее светлое будущее человек но он ощущает себя в новым ты недостойным или там каким-то некрасивым или там каким-то еще 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 там тысячи возможных вариантов и самому крайне сложно докопаться до этих вещей это нужно какая-то определенная готовность некая зрелость вот и именно вот такие травмирующие то ситуации они и мешают человеку с одной стороны но именно вот эти вот ситуации они подталкивают человека к развитию как я уже сказал те люди у которых которые прошли через какую-то травму такую стрессовую ситуацию которую этот человек не пожелал бы никому другому пережить она на самом деле является таким очень мощным толчком к саморазвитию по сути вся наша жизнь на земле это опыт и я вас призываю отнестись к этим ситуациям как к опыту и вот этот опыт очень ценный каким бы страшным ужасным он вам не казался и но самостоятельно осознать вот это очень сложно я вот по своей более чем двадцатилетней работе очень часто слышу такую фразу когда мы с человеком уже переработали вот это все человек не говорит ты знаешь а я вот думал что мне вот с этим всю жизнь жить что я вот постоянно но вспоминал и отношения было как будто я отношу в себе ну какой-то ноут кучу дерьма и что избавиться от него невозможно на самом деле возможно есть то есть в норме ты способен очистить свое сознание и полностью освободиться от этого стать можно сказать чисто вот эта частота она прежде всего вот здесь и очистив вот здесь все но все остальное она сама очистится а пока вот здесь грязь но невозможно изменить все остальное поэтому если ты ощущаешь что у тебя есть подобные проблемы или какие-то сложности ну не надо ходить не надо с этим учиться это похоже на замок в теле только это заноза она в твоем сознании и человек постепенно привыкает мне он перестает обращать внимание просто знает вот вот здесь не больно да например в руке не трогайте меня здесь и она постоянно обходит но эту занозу можно вытащить более того не нужно вытащить и в этой занозе есть определенная ценность задача психолога именно помогать людям избавиться вот подобных проблем через осознание вот этот вот этого опыта и именно вот этот опыт он может стать определенным толчком определенными дровами для выхода на новый уровень а пока человек вот этот опыт но не осознал по кого-то он носится с ним и не может его отпустить это как раз и мешает человеку ну пройти дальше в более чистую более светлую более счастливую жизнь поэтому если у тебя есть подобные проблемы подобное может быть пришло время отпустить все эти вещи может быть они именно и не дают тебе быть по-настоящему счастливым и свободным на сегодня у меня все всем пока